Всем привет! Мой сегодняшний несколько необычный обзор посвящен моей сладко-ароматической посылке от Юльки Менделеевой из Севолжска. Надеюсь, она меня не сильно будет ругать за то, что ее фамилию произнесла. Ну, такая шикарная фамилия. Я вообще считаю такой фамилией на гордиться, если она досталась. В общем, ну, начну я свой обзор с, пожалуй, аромамасел эфирных. Ну, кто смотрит мое видео, вообще мой канал там или куда-нибудь там лазал по ссылкам, то знает, что я где-то, в общем, наверное, с марта или февраля, уж точно не помню, занимаюсь мылом, мыловарением. Всякими там экспериментами, прочей фигней, ну и отравами я занимаюсь уже порядком, ну, прилично. Лет 7-10-15 точно. В общем, про мыло тоже когда-нибудь будет обзор. Правда, сейчас у меня очень стрёмные такие кусочки остались. Начнем с апельсина. Она мне уже как-то присылала. 15 мл. Эфирное масло апельсина, 100%. Это я уже его пыталась сегодня вскрыть, когда получила посылку. Была на репетиции в библиотеке нашего театра книги. Ну, и, соответственно, там вскрывала посылка. Была огромная такая коробка. Маша меня сфоткала. Маша меня не смотрит, поэтому привета я не передаю. Кстати, Юльке большое-большое спасибо. Я так довольна вообще, как долго эту посылку ждала. Ну, оно такое вот запечатанное. Ну, сейчас мы его вскроем. Ну, естественно, оно пахнет, конечно, апельсином. Чем ему еще-то пахнуть? Там видно, что оно такое желтенькое. Вообще, несколько капель эфирного масла в аромалампу со свечечкой. Как-нибудь я вам покажу свою аромалампу. У меня их даже две теперь. И ваше настроение улучшится. Энергии прибавится. И вообще, апельсин, так сказать, мечта. Какая-нибудь такая. Настроение. Так, это лайм. Лайм я еще не видела. У нас 10 миллилитров. 100% тоже. Я его тоже уже вскрывала. Но еще не открывала сам флакончик. Щелчок такой. Вот странно. Пахнет вроде как чем-то таким и цитрусовым. И к какому-то дереву ближе. Вот теперь на меня блинки пошли. Буду я теперь вся такая в лайме. Такс. Это у нас нероли. Хочу сказать, что когда Юлька сказала, что она мне купила нероли, я их тупо перепутала с почулей. Ну да, я путаю всякое такое странное. Например, Астрахань и Архангельск. Вот. У ифраше есть нероли. У меня малютка такая, аминька духов есть. 5 миллилитров. Я все хочу купить большие. Все время жаба душит. Теперь я думаю, даже не придется хотеть, или и жаба может спать спокойно. Может, теперь у меня есть масло эфирное. Если мне захочется подушиться, а духи, допустим, закончатся, то я буду их пользоваться. Реально, нероли. У нас я тоже не видела, что продавали на роли, или плохо смотрю, или бываю редко в аптеках. 10 миллилитров. Это масло у нее было, оно ей не нужно. А точнее, чайное, это оно мне дерево эфирки не послало. Мы-то вроде договаривались, что оно что-то себе оставит, а пошлет мне чайное дерево. Ну да ладно, хлестим. Это розовое дерево. Я вообще не знаю, как розовое дерево пахнет, должно пахнуть. Я что-то раньше думала, что это все-таки розы должно вонять. Надо будет погуглить, что это за розовое дерево, почему оно не пахнет розой. Что в библиотеке не поняла, что здесь, чем оно пахнет. Ну, таким чем-то ближе к дереву. Но приятным. И более приятным, чем чайное дерево. Чайное дерево все-таки ближе к деревяшке, так же, как вот лайм. Тут у нас тоже 10 миллилитров. Ну, на этом часть посылки романтическая закончилась. Это вот перехожу шайтан. Чёртик. Турецкий. Вуду-чёртик. Кукла Вуду или ещё что-то. Я не знаю вообще откуда в Турции Вуду. Должно ли оно там быть. Ну, Юлька ездила где-то в сентябре, кажется, в Турцию. И вот привела мне такой сувенир. Сначала он ехал до Всеволоска, а потом он отправился в посылки ко мне. Прикольный чёртик. Будет талисманом от всяких людей, которые думают, что они мои враги. Люди, если вы меня смотрите, привет вам. Те, которые думают, что они мои враги. Так, а это уже марципан. Я вообще очень люблю марципан. Если вдруг кто-то решит со мной там поменяться чем-нибудь, там у меня вся, в принципе, есть куча каких-то таких хороших вещей. Это фреша, которые у меня стоят, есть не просят, но если вдруг кому-то понадобится, то можно так устроить поменяшки. Я, в общем, поменялась бы на что-нибудь там сладкое. В общем, люблю я марципан. Да, мне уже как-то присылала такую коробочку марципан-картошка. Вся фирма вот эта очень хорошая. Если будете где-нибудь за границей, в Питере, в Финкере, еще где-то и захочете увидеть, то обязательно купите. 250 грамм. Марципан в виде картошки. Шикарный. Так. Вот это марципановый батончик. 100 грамм. 1893 года. Родился. Это марка, так понимаю. Тоже я его не первый раз буду есть. Очень вкусный. Если вы любите марципан, то я вам его советую. Так. Вот это продается, правда, немножко другой начинкой. В Магните. Я как-то раз встречала несколько раз. Это питерская фирма Грандини. Марципан с апельсином. У меня такие две коробочки. Я покупала, кажется, сливочный, с орехами, не знаю, может быть, с черносливом. Ну, что-то такое. Там должно быть 10 конфеток. Очень вкусный. Если вы увидите где-нибудь в магазине, то я советую купить. Не пожалейте денег. Может быть, около 200 рублей. Может быть, где-нибудь 150. Я, вроде, кажется, какую-то брала по скидке, и он что-то 120-140 как-то стоил. С 1871 года якобы во Франции стал выпускаться, а потом Питер перехватил. Сделано недавно, 22 октября 2015 года. Оба тогда сделаны. Кстати, сейчас посмотрим, сколько тут грамм. 140 сапограмм, но я думаю, в принципе, это неплохо. Сейчас даже вскрою и гляну. Да, вот такие конфетки в таких красивых отдельных упаковочках. В общем, он очень вкусный, если вы любите марципан так же, как я, или сильнее, или слабее, но я, в общем, советую. Хотя я его недавно стала есть, в 2005 году у меня моя учительница по музыкальной гармонии, ну, так как я пишу музыку, я у нее одно время занималась, несколько лет, подарила марципановое яйцо и вообще не поняла, решила, что это какое-то загадочное мыло, но потом в результате как-то все-таки попыталась его съесть. Сначала он мне дико не понравился. В общем, вот пока сюда засунем. Да, я тут учла пожелания людей, у меня тут болеет для губ платье. Слайта, кстати, не помню, или я его по бонусам получила в подарок, или все-таки я его частично оплатила. Сейчас гляну, вроде время записи, у меня еще есть. Да. Так, это Карл Фейцер, это финский вкусный шоколад, то, что у нас продается, допустим, гейша от Фазер, мы ее называем в России, ну, как мне еще финский гид год назад сказал, уже год с хвостиком назад, в ноябре начале, что Фейцер, 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 Карл. Это 100 грамм молочный шоколад с мятой. судя по всему. До 03-06-2016. Вообще, когда я была в Финляндии и в Эстонии год с хвостиком назад, я там очень много такого шоколада купила, и этой фирмы, и калев тоже. Но калева тут, по-моему, нет в этот раз. Вообще, не знаю, продается ли он в России. Это то, что можно купить и у нас в этой, в пятерке. Это линд, французский, кстати, шоколад с апельсином. Ну, я как-то его уже пробовала, может быть, мне даже Юлька его уже присылала. Довольно вкусный, советую. Так, это Риттер Спорт с марципаном. Я вообще его ела от силы раза два. Мне один раз с молочной присылала девочка Аленка тоже. Если ты меня внезапно смотришь, привет тебе за какой-то рисунок мой. Вот, Риттер Спорт. И еще когда-то, может, кто-то меня угощал. У нас он, в принципе, продается в основном или горький, или молочный. Я как-то не особо обращала внимания. Тут 100 грамм должно быть. Да, 100 грамм. Так, это конфеты тоже пробовала. В последней посылке у Юльки они были. Это шоколадные конфеты с мятой. Такие вот мятные кружочки там будут. И на шоколадной такой костилочке. В общем, довольно вкусный, необычный. Если вы увидите где-нибудь, то я вам советую его купить. Без понятия, сколько он стоит, но если что, можно узнать у Юльки и вам потом передать. 125 грамм. Вкусные. Даже может быть сейчас пытаюсь открыть и показать их на дереве. Вот при вас я открываю это действие. Снимайся давай. Кстати, вот она вот так занимается. Пока не ломалась снялась бумажка. Вот такие конфетки. Надеюсь, видно. Довольно вкусные. Правда, я первую коробочку не очень поняла и не дарила роднее, знакомым. Но когда, как обычно, последняя конфетка осталась, я поняла, что не очень вкусные. Это Sweet'n Joy шоколад. Апельсин с оранжем. Точнее, оранж с шоколадом. Тут апельсиновое масло. В принципе, состав такой неплохой. Хрустящие шоколадные палочки с апельдиновым вкусом. Какао тертая, сахар, кукурузная хлопья 10% в скобочках кукуруза, соль, сахар и ячменный солод. Какао масло, молоко сухое, цельное, эмульгатор, рапсовый лецитин Е322 и апельсиновое масло. Хорошее. Минимум 50% какао в шоколаде. 75 грамм. Так, ну и последнее. Это вишня Владимировна. Обычно мне Ксюшка такую присылают или привозят из Москвы. Ксюшка, если ты вдруг решишь меня смотреть, привет тебе тоже. Это вишня в шоколаде. Сошла на вишню в шоколаде. Мне очень нравятся такие там цветки. Я вообще люблю вишню, вишню в шоколаде в том числе. Так, что у нас там еще? Еще есть время. Сколько-то минуток. Ну, могу даже сказать. Я как-то такую вишню посылала одному карельскому мальчику программисту. Не помню чем, по-моему, своим чаем каким-то. Типа благодарность за помощь компьютерную, когда еще была со всеми ламером. Вот такие конфетки. Пока завернем, потом мы это захалываем. Не знаю, было ли вам это интересно или не было, но если вы меня смотрели, то спасибо вам. И до новых встреч. В скором времени я запишу это видео, где очень много вопросов. Надо только их на листочек хоть переписать, чтобы знать, что там спрашивать, что отвечать. Вообще, как-то выглядит. Посмотреть хотя бы. и еще, наверное, может быть, сегодня или на днях сделаю обзор пустых баночек. На этом все. Пока.